22 июня. Самая короткая ночь года и самая черная дата в истории советского государства. 73 года назад этот день перечеркнул судьбы миллионов семей. Ежегодно в Ночь памяти и скорби ивановская молодежь не спит. В рамках акции памяти павших мы поставили палатку военную на площади революции. Она символизирует свой рот такой пункт сбора добровольцев, которые уходили во время войны на фронт. Ребята в рамках этой палатки смотрели два фильма. Фильмы-то отечественные, фильмы о войне и фильмы о ребят, о наших сверстниках, о тех ребятах, которые жили в наше время, живут в наше время и попали в события «Великой части войны». Это фильмы «Мы из будущего один и первые, вторые части». Война – это страшно даже на экране, даже когда убеждаешь себя, что она не настоящая. Однако невольно ставишь себя на место главных героев картины и задаешь вопрос, как бы нынешнее поколение повело себя, если завтра война. Ребята, видевшие войну к счастью только в фильмах, черно-белых или цветных, и слышавшие о ней из рассказов ветеранов, уверены, такое не должно повториться. Война – это горячий трат, потери близких, потери родных, это кровь, слезы, боль. Поколение войны на момент ее начала было ровесниками этих ребят, собравшихся ночью на акцию памяти. В 40-х на полях сражений точно такие же юноши и девушки ценой собственных жизней добились победы. Долг нынешней молодежи – сохранить память об этих людях и их жертве. Понять, насколько все это важно, понять масштабность того, сколько людей погибло, мы просто обязаны помнить о наших дедах, прадедах, наших бабушек, которые отдали свою жизнь, отдали долг родине. Они помогли всей стране. Мы добились великой победы. И об этом надо помнить всем и всегда. С цветами и свечами молча колонна прошла под дождем по главному городскому проспекту. Вокруг – дремлющий город. Точно так же в день начала войны, тоже, кстати, в воскресенье, граждане страны спали, когда напал враг. Вероломно в 4 часа утра. Этот день навсегда останется кровавым пятном в нашей истории. Но о нем нельзя забывать. В память о прошлом и во имя будущего. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.